Доброе утро! Встречаем новый рабочий день вместе с выпуском новостей на телеканале Катонь24. Алтайский край получит поддержку из федерального бюджета на реализацию национального проекта образования. Заявка нашего региона успешно прошла отбор Министерства просвещения. При софинансировании из краевого бюджета это позволит в 2020-2022 годах создать в регионе три технопарка «Кванториум» – один мобильный и два стационарных. Кроме того, для внедрения модели цифрового образования в край обновят материально-техническую базу более 700 – школ, техникумов и колледжей. Также до 2023 года модернизируют 11 общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. 39 молодых спортсменов из Алтайского края отправились на 4-й Всероссийский фестиваль дворового спорта. Он проходит в Новосибирске с 25 по 28 июля в рамках проекта партии «Единая Россия. Детский спорт». Мы все начинали первое знакомство со спортом. Это с детской площадки. Во дворе мяч пинали, на турниках подтягивались. Это естественный жизненный процесс. Команду сформировали по итогам регионального этапа, который прошел в Барнауле 21 июля. В команду вошли спортсмены из Барнаула, Рубцовска, Камня-Найби и районов Алтайского края. Участников фестиваля ждут соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и легкой атлетике. Главным тренером сборной Алтайского края стал директор Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Барнауле Андрей Цепинок. Задачи, естественно, одни – это одержать победы во всех спортивных видах, ну и, конечно, проявить свои физические качества только с лучшей стороны. Вообще в спорте нет побежденных. Есть результат, и я уверен, что он будет достойным. Что делать, если вы живете рядом с дорогой, и проезжающие мимо машины постоянно нарушают ваш покой? Жители Барнаула попробовали самостоятельно решить эту проблему. Установили лежащие полицейские прямо на проезжей части. Законно ли это, расскажут мои коллеги. Эта искусственная неровность на перекрестке колхозного переулка и улицы Пролетарская появилась около месяца назад. Кто ее установил, неизвестно. По нормативам она не должна превышать 7 сантиметров, а длина не должна быть шире проезжей части. Здесь же невооруженным взгляном видно, что лежачий полицейский намного завышен. Из-за преграды, установленной не по правилам, говорят автомобилисты, из строя зачастую выходит ходовая часть транспорта. Ну я ехал, я даже не ожидал, что я его встречу, эту преграду. Ехал спокойно, увидел ее уже в самую последнюю секунду, притормозил, и получился удар об порог. Насколько сильный удар был? Очень сильно в кузове. Я даже думал, что вмятина будет. Водители, так скажем, транзитного транспорта, в последний момент, увидя вот этот бугор, применяют экстренное торможение, проскакивают. Ну то есть автомобилю наносится урон, плюс создается аварийная ситуация, что прибегают к аварийному экстренному торможению, что может создать аварию опять же. Укладка искусственной неровности без разрешения – противоправное действие, которое преследуется законом. Административное нарушение. За это нарушителям грозит штраф размером до 300 тысяч рублей. Самостоятельно убрать несанкционированную преграду тоже запрещено. Должна пройти процедура собрания, где все жильцы должны проголосовать за или против организации искусственной дорожной неровности. Если решением собственников многоквартирного дома будет принято решение о целесообразности установки в жилой зоне искусственной дорожной неровности, то это же все оформляется протоколом. Искусственные неровности устанавливают на дороге, перед школами, детскими садами, интернатами или перед опасными участками на трассе, чтобы автомобилисты сбавляли скорость до 40 км в час. Для решения проблемы водители или местные жители должны написать заявление в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Там его рассмотрят и в течение нескольких дней уберут. Евгения Князева, Михаил Лифуншан, Алексей Шаульский. Новости. На этом у меня все, а я передаю слово Елене Хорошавцевой в студию «Утреннего канала». Субтитры создавал DimaTorzok